Уникальность этого турнира заключается в том, что эти состязания стали уже 32-ми по счету. В России детских турниров с такой долгой историей практически нет. Торжественное открытие вновь прошло красочно. Всем участникам преподнесли татарское национальное угощение, продемонстрировали показательное выступление. На церемонии присутствовали почетные гости. Ребятки, я вас всех поздравляю. Желаю, чтобы вы проявили сегодня и командный дух, не только все соревнования, и командный дух. Показали хорошую игру, и пусть победит сильнейший. Добрый путь! К участию допускаются игроки 2002 года рождения. Ежегодно на турнир приезжают воспитанники сильнейших клубов России. В этом году участниками памятных соревнований стали молодые футболисты Урала, клуба, который выступает в российской премьер-лиге. Помимо Екатеринбуржцев, Нижнеканск пожаловали футболисты из Ижевска, Нижнего Новгорода, Свердловской области, ну и, конечно же, представители всех городов Татарстана. На данный турнир приехали команды со всей России, порядка 12 команд, это 240 участников. Разместили мы их всех на территории Нижнекамского района, на наших детских оздоровительных лагерях, лагерь «Чайка». Будут добираться, как организовано, на автобусах. Клубы будут соревноваться всю текущую неделю, стоит отметить игровой график команд. В рамках турнира каждый день намечено по шесть поединков. Хорошая физическая нагрузка юным футболистам обеспечена. А без нее сейчас никуда, поэтому этот турнир очень важен в этапе становления ребят как профессиональных футболистов. Доказывают это выпускники прошлых лет. У нас не только они играют из основной команды, и в республике, и по России играют. И многие мальчишки с этого турнира, юношеской сборной Российской Федерации по футболу. Поэтому такая традиция и династия у нас есть, присущая. Мы этому рады. Финал и церемония закрытия футбольного турнира памяти Ивана Баладурина состоится в это воскресенье.